посигнализируйте мне пожалуйста в чат что я появился у вас на экранах и что моя речь различима все отлично спасибо большое всем доброе утро всех приветствую измученных как-то самоизоляцией вот сегодня мы поговорим про проекцию это базовый курс нашего учебного центра он который в принципе изначально вырос из проектов по домашним кинотеатрам но принципы которые в нем озвучиваются они универсальны для собственно любой проекции не обязательно для домашнего кино то есть знаете принцип вы можете посчитать в общем то любой проект вот я сегодня подготовился надел даже вот фирменную пола учебного центра нашего в корпоративном цвете если у вас будут возникать вопросы не стесняйтесь давать и в чат собственно сегодняшний курс вам как раз рассчитан на такое общение на подробное объяснение всех параметров если вы работаете с тем и вряд ли вы узнаете что то там совершенно новое да может быть что там свяжите либо какой-то наш взгляд воспримите да потому что мы ведь презентацию обновляем меняем добавляем какие-то тренды вот собственно о чем же мы сегодня будем говорить поговорим сначала в принципе о проекции до терминных определениях о тех параметрах на которые нужно обращать внимание как понимать что спецификации у проекционного платно частичного проектора вот и как со всем этим работать как эти параметры использовать для того чтобы прикинуть посчитать проект разобраться с яркостью проектора с яркостью изображения вот размером экрана и так далее ну и понятно все современные тренды 4k hdr про них тоже мы упомянем запись вебинара будет не помню представился или нет зовут меня артем иванов я тренинг менеджер компании digis специализируясь как раз на про вы и на проекции я долгое время работал как бренд менеджер занимался проекционными экранами и креплениями для вы компоненты давайте двигаться дальше вот собственно начнем первый раздел у нас термины определения пройдемся по каждому из них если вдруг я где-то буду говорить слишком быстро какие-то вопросы останутся не стесняйтесь об этом сообщать я буду рад обратной связи и постараюсь сразу ответить вот итак давайте по порядку анти люмины собственно параметр который указывается спецификации проектора вы его всегда там найдете что же такое анти люмины это методика измерения светового потока исходящего из проектора почему анси собственно это american national standard institute то есть это определенная методика утверждена американским институтом стандарт выводится на экран вот такой шаблон который вы сейчас видите на слайде проводится замер по девяти точкам высчитывается средняя и то есть в этом случае прибор обращен как раз измеряющийся поток обращен в сторону объектива дальше из этого параметра вытекает следующий параметр яркость изображения яркость изображения измеряется в имперских единицах в футбамбертах в системе си она измеряется в канделах квадратный метр какое-то время использовали ниц и еще иногда их можно встретить в спецификациях но не прижилась как-то единица вот это нец хотя по факту то же самое кандела на квадратный метр вот одно можно пересчитывать другое но поскольку большинство стандартов пришло к нам из сша мы используем вот имперскую систему хотя при желании пересчитывать в общем то не сложно не помню упомянул нет в общем это световой поток который вот проектора до пошел на экран там рассеялся в сторону зрителей как раз это то что мы видим своими глазами то что с экрана попадает нам наши органы зрения коэффициент отражения этот параметр вы всегда найдете спецификации проекционного полотна собственно что же это такое да важно понимать что этот параметр не абсолютный это относительная величина собственно что к чему относится и как этот параметр получается у нас есть референсные рассеивающие поверхности которые по-другому называются ламбертовой поверхности особенность этой поверхности в том что она рассеивает цвет ровно полусферы то есть на 180 градусов во все стороны как под каким бы углом этот цвет не упал на эту поверхность так вот под световой источник помещается это референс на поверхность она обычно выполнена форме вот плашки здесь вот она круглая на слайде да может быть квадратная прямоугольника и угодно дальше с помощью на прибора фотометра проводится замер яркости и дальше на это же место перемещается наш проекционное полотно и мы получаем вторую цифру поверхность одно делим на другое получаем коэффициент отражения то есть коэффициент отражения это относительная величина где световой поток создаваемый проекционным полотном нашим соотносится с референсной поверхностью собственно почему же этот коэффициент может быть разным да почему он может больше единицы почему меньше единицы ведь проекционное полотно никоим образом свет не добавляет но свет она не добавляет но может с ним работать как примерно как отражателю фонарика то есть она сужает пучок россии не в сторону перпендикуляра собственно все замеры коэффициента отражения проводятся у нас на перпендикуляре вот таким образом если коэффициент отражения больше единицы это значит что полотно собрало условно световой поток с краев и направила его в сторону перпендикуляра там где предположительно находится зритель таким образом она увеличила световой поток в этой точке относительно референсной поверхности если коэффициент меньше единицы соответственно полотно значит подъедает часть света значит она просто поглощает часть светового потока собственно отсюда вытекает следующая величина которая называется по-английски half game либо половинная яркость как она замеряется вот мы поместили тот самый прибор которым измеряли коэффициент отражения полотна на перпендикуляре замерили и начали его смещать по как по транспортиру изменяя угол просмотра от перпендикуляра вот ровно на той на том угле где эта яркость упадет на 50 процентов относительно перпендикуляра мы записываем угол половинного падения яркости экрана собственно эти углы два угла соответственно одну сторону другую образует называемый конус просмотра в котором по стандартам индустрии должен находиться зритель чтобы увидеть качественную картинку без больших перепадов по яркости вот собственно у полотна с коэффициентом отражения ближе и ближе к единице как правило график падения ровный вот для примера studio text 100 на картинке на слайде представлен вот ну и для сравнения ultramate 150 полотно с коэффициентом полтора который выдает полтора на перпендикуляре соответственно при смещении мы видим что яркость падает собственно почему это важно я чуть позже поговорю почему иногда этот параметр нужно учитывать тоже мы обсудим что еще важно знать иногда ну не могу сказать что кипал очень много но они существуют угол половинного падения яркости по горизонтали и по вертикали не совпадает сейчас как ни странно таких полотен стало больше собственно почему потому что рынок выпустил на рынке появилось большое количество полотен которые работают с видом активно айлр полотна про них мы тоже будем говорить и у них частенько бывает что вертикальный угол шире чем горизонтальный сделан это для того чтобы у вас была возможность располагать проектора была гибкость установки проектора по вертикали и при этом полотно отсекала боковую засветку потому что например очень часто сбоку от экрана находится где-то окна либо другие источники света и белые стены вот если вдруг увидите знаете что такое может быть и такие полотна как правило имеют некий ориентир по расположению то есть их нужно правильно располагать относительно проектора то есть вы не можете повернуть его боком условно говоря да он начнет вас подъедать свет проекта айлр в эмбент light return value или rejection value это показатель который недавно стал появляться в спецификациях проекторов собственно как проводится замер точно так же примерно как эссент отражения только это коэффициент условно количество света паразитного который уходит в сторону зрителя зрителя от полотна относительно опять же референсной поверхности только в этом случае источник света у нас располагается узконаправленно да он располагается не на перпендикуляре как проектор обычно да а под углом 45 градусов поверхности дальше мы с помощью прибора проводим замер референсной поверхности который как вы помните рассеивает на 180 градусов полусферой и нашу операционную полотна и смотрим насколько эти показатели по яркости отличаются таким образом мы определяем сколько паразитной засветки а вся весь свет который падает на проекционное полотно под углом более 45 градусов считается паразитным уходит в сторону зрителя вот опять же почему это важно почему сейчас актуально чуть позже мы поговорим подробно контраст собственно яркость картинки определяет насколько она ярко да насколько там есть яркие для глаза элементы контраст определяет детальность в случае с презентациями да в случае с какими-то какой-то информации этот параметр менее важен в случае же с кино с видео изображением с фото этот параметр крайне важен потому что напрямую влияет на детальность на глубину восприятия чем более высокий уровень контрастности мы получаем тем более реалистичным выглядит нашего для нашего глаза картинка собственно у меня был опыт когда впервые увидел очень хорошую картинку и но понятно что он контент был еще специфически да такие объекты крупным планом я понял что никакого 3d не надо потому что настолько это круто выглядит и кажется что вот объект перед тобой что возникает полное ощущение что он объем так вот когда я говорю про контрастность когда сегодня будет играть контрастность я буду говорить про контрастность измеренной методикIII потому что такая методик тоже существует вы никогда не увидите этого измерения спец Understood потому что эта методика предполагает измерение контрастности на экране то есть вы светите на экран Проводите замеры всех черных полей, всех белых полей, высчитываете средние для каждого и одно делите на другое. Получаете контрастность, которую видит ваш глаз. Какая она должна быть, чуть позже тоже мы поговорим. Равномерность по яркости – это не проблема, как правило, для киношных проекторов, хотя если мы возьмем бюджетный сегмент, вполне возможно, что будет проблемой. Но частенько проблемы для недорогих проекторов, либо для очень ярких инсталл. Оптика, физика, собственно, оптики такова, что по центру, как правило, картинка ярче, чем к краям. Если эта разница очень большая, то она будет видна глазу, особенно на равномерно окрашенных поверхностях. Так вот, хорошим показателем считается разница не более чем 10%. Если проектор укладывается потенциально в это, то это хорошо. Если проектор в принципе не может такого делать, то единственный способ отрегулировать этот показатель – это снижать общую яркость картинки за счет полотнадцатого центра отражения меньше единицы. Ну и разрешение. Тут с этим, наверное, проще всего. Все мы с этим сталкиваемся. Это количество, собственно, точек, которые видит наш глаз на изображении. Точнее, точек он не видит, но они там присутствуют. Это те самые пиксели. Тут тоже есть подводные камни. Тут пока мы скажем о том, что мы просто знаем, что это такое. А, собственно, в чем эти подводные камни, какие-то есть нюансы, мы поговорим чуть позже. Собственно, по разделу, скажем, терминов определений «всё», если у вас возникли вопросы, пишите, пожалуйста, в чат. Я постараюсь ответить сразу. Если всё понятно, будем двигаться дальше. Собственно, дальше мы будем говорить о том, что же нам делать со всеми этими знаниями. Вот мы теперь знаем, на какие параметры смотреть. Может быть, ещё кто-то знает, как их считать. А как их применять? Применять их можно очень просто. Как правило, эти вопросы всегда возникают на стадии какого-то конкретного проекта. То есть у вас есть, например, запрос на постройку проекционной системы в переговорке, запрос на постройку домашнего кинотеатра, ну что угодно. И вам нужно определиться, например, с яркостью изображения. То есть понятно, что яркость изображения у вас будет следствием сочетания проектора экрана, собственно. А как понять, достаточно ли будет светового потока? Для этого есть бетчминки, то есть стандарты принятой индустрии. Стандарт TX говорит, что минимальная яркость для кино, изображения для кино – это 16 футламберт, для презентации – 40 футламберт. То есть, в общем, запомните просто эти величины, они такие ориентиры, которые можно использовать для расчета качества картинки по яркости. Собственно, а как ее посчитать? Вот у вас есть, например, проектор, который уже существует, да, либо клиент выбрал, и какой-то размер экрана он вам дает. Как же понять, какая там будет ожидаемая яркость? Собственно, формула очень простая. Она вытекает с методики измерения антияркости проектора. Берете антияркость и делите на площадь экрана в квадратных футах. Квадратных футов пугаться не надо. 1 фут 30 сантиметров очень легко пересчитывается. То есть делите ширину экрана в метрах на 30, на 0,3 получается, да, в метр, как мы считаем. Вот, и точно так же с высотой, да, делим яркость проектора на получившуюся площадь, получаем ожидаемую яркость изображения. Если у нас полотно с коэффициентом отражения, отличающимся от единицы, результат нужно умножить на коэффициент отражения. Соответственно, если он больше единицы, у нас яркость увеличится, если меньше единицы, что логично, яркость уменьшится. В обратную сторону тоже можно эту формулу использовать, если вы не знаете, какая яркость проектора вам нужна. Но у вас есть размер экрана, вот вам звонит человек и говорит, вот, слушай, хочу засветить экран, там, не знаю, 5 метров шириной, 16 на 9. Вот, понятно, что соотношение сторон тут важно, потому что это влияет на площадь экрана. Оно влияет еще на один параметр. Сейчас расскажу о нем подробнее. Вот, собственно, умножив наши референсные величины, напомню, для кино это 16, для презентации это 40, умножив на площадь экрана и разделив на коэффициент отражения экрана, мы получим необходимую нам минимальную яркость проектора. Что тут важно знать? Яркость проектора, заявленная спецификацией, она не всегда соответствует тому, что мы видим в реальности, потому что яркость всегда дается для полной матрицы. Соотношение сторон матрицы проектора не всегда соответствует соотношению сторон нашего экрана и контенту. То есть, если, допустим, у вас матрица 1,9 к 1, а контент вы подаете 16 на 9, то есть 1,78 к 1, у вас часть матрицы не задействуется. Если вы светите с проектора, у которого соотношение сторон матрицы 16 на 9 или 1,9 к 1, контент 2,35 к 1, киношный, да, то у вас потеряется 30% яркости. Если вы не используете только анаморфную линзу, что в наших широтах и долготах встречается крайне редко. Плюс существует такая штука, как просадка лампы. То есть, если проектор у вас на ламповом источнике, он со временем начинает терять свою яркость, заявленную изначально на спецификации. Причем в первые часы наработки это как раз потеря, она такая самая заметная. Поэтому в идеале, если у вас проектор ламповый, ориентируйтесь на 90, а лучше на 80% его заявленной спецификации яркости. Если у вас система критичная и нет запаса, и вы попадаете прямо на пограничные какие-то значения при яркости. В меньшей степени это относится к лазерным проекторам, потому что там источник деградирует значительно медленнее. И там можно изначально 90% смело брать, можно даже больше в расчет яркости заявленной, но за исключением, опять же, фокусов с разрешением. Собственно, если все эти формулы вспоминать не хочется, хотя неплохо бы так понимать, условно говоря, теорию, знать, откуда они берутся, можно использовать онлайн-калькулятор на сайте projectcentral.com. Продвинутый и продуманный калькулятор много раз обновлялся. Я даже сейчас не помню, вот на этом слайде у меня последняя версия или уже он немножко по-другому выглядит. Вводите, выбираете необходимый вам проектор, указываете размер экрана. Если вдруг проектор у вас со сменной оптикой, обязательно выбирайте объектив, потому что объектив тоже влияет на яркость. Проекционное расстояние, оно тоже влияет на итоговую яркость, хотя в меньшей степени. Обязательно выбирайте соотношение сторон изображения. Допустим, если это какой-то презентационный зал, так как правило, это не проблема. Проектор в большинстве ставим сейчас 16 на 9, 16 на 10. Ну и контент точно так же, потому что привязывается к ноутбычному разрешению. Вот если же мы говорим про видеоконтент, то тут все сложно. Большинство проекторов для ДК, они все-таки там 1,9 к 1. И если вдруг контент будет рассматриваться там 2,40 к 1, больше, 2,35 к 1, а большинство кинотеатральных проекторов, большая часть контента, она как раз с таким соотношением, помните, что у вас 30% с того потока не будет задействовано. В чат поступил вопрос. Все фирмы указывают яркость, замеренную по одинаковым условиям, или каждый из своих стандартов измерения. Если мы говорим про яркость цветового потока, про поток от проектора, измеренный по методике ANSI, то методика ANSI везде одинаковая. Поэтому, собственно, и указывается, что яркость ANSI. Вот. А если же вы вдруг не видите ANSI в скобочках там или где-то там просто написано, это значит, что измеряли по какой-то другой методике. Такое тоже случается. Частенько бывает, что производитель, ну не частенько, но иногда я с этим сталкивался, что производитель использует методику измерения по центру, где яркость всегда выше, чем краем. Я уже говорил про равномерность. И есть еще вторая методика, которую почти никто не знает и не использует, но она существует. Это ISO. Код ISO, она тоже не предполагает измерения по площади, и этот показатель будет, как правило, выше. Вот. То есть в этом смысле ANSI более строгий стандарт. Вот. Я его рекомендую использовать, и, собственно, все расчеты к правилам к нему и привязаны. Ну, собственно, движемся в том же порядке, как я рассказывал про параметры, и переходим к контрастности. Здесь вы видите, вот в уголке написано 150 к одному. Это не шутка, это реальное требование сандарта THX для коммерческих кинотеатров. Даже если у вас в домашнем кинотеатре получится достичь реальной контрастности 150 к одному и выше, это тоже хороший показатель. Почему этот показатель не соответствует тому, что указана спецификация проектора? Нет никаких бесконечностей к одному, нет даже 2000 к одному. Вот. Я вам хочу сказать, что если у вас получится получить реальную контрастность 2000 к одному, это успех реальный. Потому что производители проекторов, спецификации, ну, чаще всего первая мысль, которая приходит, это маркетинг, да? Понятно, что бесконечностей к одному выглядит гораздо круче, чем 150 к одному. Вот. Ответ – да. Это и маркетинг в том числе. Но есть хорошее объяснение на самом деле. Производитель проекторов не знает, в каких условиях будет работать его проектор. Они замеряют потенциальную контрастность у себя в лаборатории. А от этой потенциальной контрастности, собственно, зависит, какой в принципе, на что способен проектор в принципе. Где он будет работать, в каких реальных условиях, производитель никогда не знает. Он не сможет вам написать реальную контрастность. Поэтому она измеряется в конкретной системе. Мы можем условно, используя замеры в помещении по засветке, используя вот эту потенциальную контрастность, коэффициент отражения экрана, прикинуть, какая у нас будет реальная контрастность. Но рассчитать ее сложно, довольно сложно. Вот. Просто знайте об этом и помните, что на эту реальную контрастность прежде всего влияет позитивная засветка. То есть почему вот эти вот спецификации не совпадают с тем, что мы видим в реальности? Потому что на вот эти вот черные поля, на эту шахматку, собственно, на белые и на черные поля у нас прилетает свет не только от проектора, но и от других источников. Это окна, осветительные приборы. Это, в общем-то, свет, который попал от проектора на экран, вернулся в зал, попал на светлые поверхности и обратно вернулся на экран. Этот цветовой поток добавляется как к светлым полям, так и к черным полям. В итоге, если мы одно разделим на другое, мы получим, 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 собственно, те цифры, которые очень сильно отличаются от заявленных спецификаций в проекте. При этом яркость черных полей значительно больше влияет, то есть ее изменение значительно больше влияет на реальную контрастность, чем изменение светлых полей. Ну, просто математически у меня нет вот этой части презентации. Если вдруг вам это будет интересно, можем пообщаться, я примерно расскажу логику. Так, спрашивают Павел. Реальная контрастность 151 к 1 соответствует сертификации THX. Это минимальное требование для коммерческих кинотеатров. Вот. Новых спецификаций я не видел, по-моему, не менялась. По крайней мере, в THX. Хотя там, вот в этом смысле, в смысле контрастностей, стандартов значительно больше, чем, например, стандартов измерения с того потока проектора. Там, если углубляться в тему, можно очень много времени на это потратить. Как мерить, какие требования и так далее, и так далее. Очень много всего. Для ориентира вот вам это дал такой самый простой, понятный бенчбор. Собственно, как борются, да, вот за контрастность производителей проекторов. Понятно, что производители, о, производители экранов, производители проекторов по яркости, да, есть требования THX. Прошу прощения, вот Сергей спрашивает, есть ли требования по яркости THX. Да, я об этом говорил. Для коммерческих кинотеатров 16, футламберт, минимальный показатель, 40 футламберт, это для презентации. Вот, это именно THX-ские рекомендации. Константин спрашивает, динамическая контрастность, что это? Динамическая контрастность, это больше относится к проекторной части. Когда у проектора есть диафрагма, которая регулирует световой поток в зависимости от контента, соответственно, при полностью открытой диафрагме у нас будут одни показатели, при работающей диафрагме, когда она будет отслеживать яркость общего контента, изменять световой поток, она будет другая, более высокая. Вот, там есть свои подводные камни, это такая тема тоже, опять же, отдельной презентации, скорее относящаяся к проекторам, чем к экранам. Но в итоге, в большинстве случаев, реальную контрастность действительно повышает. То есть, динамически она расширяется. Вот, собственно, поскольку диафрагма двигается, она и называется динамическая. Вспомните, пожалуйста, вот этот слайдик, показатель LRV, он как раз используется вами, если вы увидите спецификации, для того, чтобы оценить, насколько хорошо проекционное полотно может бороться с паразитной засветкой. Собственно, как это полотно это делает. Для того, чтобы это понять, нужно рассказать про, собственно, три основных типа проекционных полотен, которые существуют в мире. Очень понятно, что если вы зайдете на сайт любого производителя экрана в проекционных полотен, вы увидите там огромную спецификацию, большое количество полотен, но почти любое из них можно отнести к одному из этих трех типов. Первое – это беломатовые полотна. У меня даны примеры на полотнах стюард, поскольку это такой очень известный производитель с гарантированными проверенными индустрией неоднократно параметрами. Но это относится к любому производителю. Так вот, что мы видим? Сейчас я указочку возьму. Сейчас вы должны видеть мой курсор. Надеюсь, его видно. Видно мой курсор? Можете мне как-нибудь сигнализировать, что вы его видите? Все отлично. Спасибо. Смотрите. Значит, беломатовое полотно классическое. Коэффициент отражения, как правило, единица и выше. То есть единица – это максимально приближенная к референсной поверхности, с плюсом тоже годится. Но оно имеет широкий конус рассеяния, то есть у него угол половинного падения яркости достаточно большой. При этом показатель АЛРВ у него низкий. Ну то есть вот 83% паразитной засветки уходят в сторону зрителя. Поскольку такое полотно имеет широкий конус рассеяния, свет, падающий под любым углом, оно успешно отправляет в сторону зрителя. Такое полотно характеризуется очень высокая равномерность по яркости, отличный цветопередачи, то есть оно не влияет на световой поток, но требует затемнения, подготовки помещения, сохраняя, либо увеличивая яркость изображения. Вот, собственно, первые полотна, которые возникли в мире, проекционные, да, это как раз были беломатовые. Как в фильме «Человек с бульвара Капуцина», который я недавно увидел на канале благодаря сидению дома, да, белая простыня была первым беломатовым экраном. Потом стали красить поверхности, но всегда использовали, как правило, белую поверхность. Первый, кто, кстати, придумал делать ее не белой, это была компания «Долайт». Они стали добавлять в краску алюминиевую пудру для того, чтобы увеличить поток от проектора, ну, точнее, яркость изображения. Второй тип проекционных полотен классические серые. Если помните, я упоминал, что изменение яркости черных полей при измерении реальной контрастности значительно больше влияет на реальную контрастность, чем увеличение яркости. Так, Сергей спрашивает, в чем плюс экранов с коэффициентом отражения не ежединиться. Ну, вот сейчас я как раз попробую объяснить. Первое, что придумали производители, это сделать серые полотна, у которых как раз коэффициент отражения меньше единицы. Это полотно сохраняет широкий конус рассеяния. Показатель АЛРВ, то есть количество паразитной засветки в уходящей сторону зрителя уже значительно, ну, заметно уменьшилось, но мы теряем по общей яркости. Собственно, что же сделали производители? Используя темно-серую основу, они уменьшили общую яркость изображения. Таким образом, у нас произошло изменение яркости шахмат, вспоминаем, держим ее в голове, изменение яркости и черных полей, и белых полей на одинаковую величину. Но, если помните, я говорил, что изменение яркости черных полей в большей степени влияет на реальную контрастность, чем изменение яркости белых полей. А это значит, что при изменении одинаково на одинаковую величину математически реальная контрастность у нас изменилась больше. То есть, не арифметически, а условно геометрически. Как это работает, я вот сейчас не буду показывать. Если будет желание, мне напишите, я вам прям могу файлик, наверное, экселевский прислать. Я такой теоретический расчет делал для одного из мероприятий. Расчет несложный, но тем не менее показывает, как вся эта математика работает. Но такая схема не всегда рабочая, потому что не все хотят терять яркость изображения. Такое серое полотно дает, опять же, очень высокую равномерность по яркости, широкие углы обзора без потери по качеству картинки, но подъедает общую яркость. Следующим шагом стало создание третьего типа полотен, которые условно можно назвать спецполотном. В чем их фишка? Коэффициент отражения единица либо больше. Как правило, сейчас последнее поколение около единицы, 1.1, 1.2. Показатель ALRV уже очень хорош. 27% например, полотна Firehawk четвертого поколения. То есть, всего 27% поразительной засветки уходит в сторону зрителя. Но за счет сужения конуса просмотра. То есть, вы видите, что для сравнения вот так выглядит конус рассеяния у серого полотна, вот так у беломатового и вот так у спецполотна. То есть, это полотно, если мы вернемся к примеру, с фонариком, у него более суженный конус отражателя у фонарика. То есть, он в большей степени направляет цветовой поток в сторону зрителя. Собственно, это порождает и плюсы, и минусы. Плюсы. Мы повышаем контрастность изображения. Минусы. Мы получаем ограничения по расположению зрителей. Помните, что они у нас должны находиться в конусе, образованном углами по ладинам падения яркости. И по расположению проектора. Также вспомните, пожалуйста, что я вначале говорил, что есть полотна, у которых горизонтальный и вертикальный угол отличается. Вот, например, один из примеров как раз Firehawk G4, где угол половинного падения яркости по горизонтали 35 градусов в халгейн, а по вертикали 40 градусов. Это сделано для того, чтобы отсекалась боковая засветка, при этом у вас сохранялась большая гибкость в установке проектора по высоте, чтобы свет приходящего от проектора не отсекался проекционным полотном. Вот, сейчас даже есть однонаправленные полотна, которые по вертикали угол несимметричны, про них мы тоже немножко поговорим. Сергей, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если нет, мы сможем пообщаться, потом я постараюсь подробнее рассказать, рассказать, в чем фишка. Собственно, в чем преимущество этих спецполотен, чем же они отличаются от беломатовых и классических серых? У них, как правило, темно-серая основа с коэффициентом отражения ниже единицы. Например, у того же Firehawk, который я только что упоминал, коэффициент отражения базового слоя, то есть вот винила, выходящего с производства из химической фабрики винила, 0,5. То есть 50% света, попадающего на это полотно, съедается этим полотном. Откуда же берется коэффициент 1,1? За счет оптического слоя, который наносится дополнительно на поверхность и сужает конус растения. То есть фактически оптический слой увеличивает больше, чем на 100% световой поток. таким образом значительно подрастает реальная контрастность, потому что у нас темные поля становятся темнее и за счет сужения конуса рассеяния светового потока мы отсекаем боковую засветку. Но тут возникает вторая проблема. Если у нас световой поток, угол конуса рассеяния такого плотна, центральная ось конуса рассеяния совпадает с углом падения по закону физики, который мы помним, что угол падения равен углу отражения. Соответственно, этот свет, который попал, допустим, пришел из-за угла в 45 градусов, который считается источником прозитной засветки, куда он ушел у нас? Ушел у нас, никуда не пропал, полетел, в стену или в потолок, ну или в мебель, которая там поблизости находится. Если эти поверхности белые, свет вернулся, опять же, на проекционное полотно под разными углами. В итоге, да, картинка будет немного лучше, чем на беломатовом полотне, но не так хорошо, как нам кажется, как мы ожидали такого проекционного полотна. Мы сталкивались с подобной проблемой, особенно на выездных мероприятиях, когда нет возможности подготовить помещение, как мы это делаем на хай-файной выставке, когда, например, приезжаем в другой город, у нас есть там комната в отеле с белыми стенами, белым потолком, вот, и вот там начинается беда. Здесь полотно, конечно, бы специально показало бы лучший результат, но не кардинально лучше, да, и очень часто как раз приходится сталкиваться с тем, что люди смотрят, вот мы им рассказываем про эти волшебные свойства этих полотен, они говорят, что это какая-то фигня, не вижу я разницы. Вот, то есть, да, это полотно увеличивает контрастность, но опять же нужно соблюдать ряд условий. Чтобы этого избежать, производители придумали последнее поколение полотен, ILR. Собственно, и предыдущие спецполотны называют ILR, то есть, если вы сейчас пойдете в интернет, наберете ILR полотна, ILR projection screens на английском, у вас выпадет огромная куча полотен, но для меня среди них есть принципиальная разница, на которую я призываю вас обратить внимание и интересоваться у производителей, как же это конкретно их полотно темно-серое работает, потому что часть полотен переотражает свет, просто сужает пучок, и за счет темно-серой снова повышает контрастность. А часть полотен этот паразитный свет съедает, то есть, у них более сложная оптическая структура, в ней расположена назовем ее так, не знаю, сетка рефракционная условно, которая вот этот паразитный свет не перенаправляет, а гасит, то есть, там есть ловушки. Такие полотна, как правило, более толстые, потому что более сложная структура, это не просто виниловая основа, на которой нанесен оптический слой, это, как правило, многослойная структура. У некоторых производителей не получается сделать такие полотна гибкими, поэтому они их выпускают исключительно на жесткой основе либо на полужесткой основе. Они, как правило, более, так скажем, вонючие, вот как это не смешно, а, ну, со стюартами я давно работаю, все их новые полотна никогда не воняли, они пахли примерно как новый автомобиль, то есть, вот таким вот приятным запахом виниловым. Фантом – это первое полотно такое с таким химозным, достаточно резким запахом, который сейчас какое-то время выветривается. Так вот, это полотно как раз было создано где-то года два назад, на рынок оно вышло, и отличается тем, что вот эту паразитную засветку не перенаправляет, а подъедает. Показатель ALRV у него 18%, то есть, всего 18% паразитной засветки уходит в сторону зрителя. Полотно совместимо с высоким разрешением до 16К и с HDR-контентом. Собственно, почему это важно и что это значит, мы тоже чуть позже еще поговорим. Вот. Второй пример подобного полотна – это Ballul Age UST. Это полотно ALR отсекающее, поглощающее паразитную засветку предназначено для работы с ультракороткофокусными проекторами. Потому что, если мы будем использовать ALR-полотно с обычным, с ультракороткофокусным проектором, что произойдет? У меня, кстати, частенько случаются такие вопросы. Люди каким-то образом на меня выходят. Например, люди, купившие проектор короткофокусные и ультракороткофокусные Xiaomi, потом они светят на стену, видят на стене блеклое что-то такое. Вот. Ну, да, все верно. То есть, такое полотно ровно так же, как оно боковую засветку, то есть, угол же по ней не будет больше 45 градусов, правильно? Проектор вплотную к экрану стоит. Оно его либо перенаправит в потолок, либо съест, если это такое продвинутое полотно. Но существует специальное полотно для ультракокфокусных проекторов. То есть, по умолчанию может такой проектор работать только с беломатовым полотном. Если же хотите idler-полотно, то нужно убирать специальное полотно для работы с ультракокфокусным проектором. У Стюарта они анонсировали буквально в начале этого года на на Integrated System успели показать Balloon Edge полотно. Вот это на слайде это не рендеринг, это вот прям реальное фото со стенда. С проектором Sony W1000 по-моему он там работает. Вот. Показатель смотрите у ST LRV 80% здесь неправильно написано, здесь перевернутый показатель, то есть 80% съедается, то есть 20% всего уходит в сторону зрителя. Но у таких по лотингу коэффициент отражения как правило 0,5-0,6 и есть ограничения по размеру, как правило не больше 120 дюймов. То есть в принципе это такая вот история либо бродкастинговая, то есть американцы очень любят спорт смотреть, заменяют телеки экранами. Вот. Соответственно для них не важен размер, да. Вот. Ну то есть 120 вполне себе нормально. Очень часто такие полотна могут быть опять же только на раме и так далее. То есть есть ряд ограничений. Так. Павел спрашивает Ира, полотна критичны к месту расположения в К-проектор вверх-вниз? Да, они критичны к расположению проектора, если вы переворачиваете такой экран, вам нужно переворачивать, в смысле переворачивать проектор, вверх-вниз нужно переворачивать экран. То есть условно для примера у прожекта есть полотно Parallax. Оно в них в четырех апостасиях. К сожалению, мы тестировали полотно с коэффициентом 1.0. Оказалось, что с 4К разрешением оно не работает. Появляются артефакты. Мы об этом еще поговорим что же. Вот полотно 0.9 у них есть, которое очень хорошо отсекает паразитную засветку, но коэффициентом меньше единицы. И у них есть полотно у СТ 0.45, то есть у коэффициент отражения 0.45, то есть у Ballon Border 0.55, 0.45. Вот у него условно можно структуру вот таким образом отобразить. Вы видите, что там она еще более сложная. вот та самая решетка, про которую я говорил, которая устроена ровно таким образом, чтобы перенаправлять световой поток в сторону зрителя короткофокусного проектора. Поэтому здесь как раз важно соблюдать правильное расположение проектора относительно такого экрана. Вот, по-моему, три, насколько я помню, троих производителей, может быть, четверо, четыре производителя таких крупных, которые делают подобные полотна. Поэтому, если вдруг к вам придет человек, купивший себе УФК-проектор какой-то там и попросит АЛР-полотно, то, скорее всего, такое полотно будет стоить все равно столько же, сколько недорогой проектор. Скорее, там что-нибудь, ну, китайские есть версии, там, по-моему, на 2000 долларов они продаются в России. Надеюсь, понятно, да, рассказал про АЛР, чем просто темно-серое АЛР-полотно отличается от такого специального, да, с поглощением. На самом деле, такие полотна работают. Вот, опять же, фотографии, это не графика, не наложение на черный квадрат какой-то фотографии, а вот прям фотки из офиса, стерписька, где они проводили эксперименты. То есть, реальная контрастность подрастает. Сергей спрашивает, таких полотен какой-то ограниченный угол полезного отражения. Да, это как раз вот тот самый угол половинного падения яркости. Помните про него, всегда смотрите на него спецификации, плюс обязательно такого полотна смотрите требования про расположение проектора, потому что, например, у параллакса прожектовского, он же долайтовский, прям расписаны углы, под которыми должен располагаться проектор относительно проекционного полотна. Вот, собственно, я сейчас про это немножко поговорю. Вот эта картинка из официального аккаунта компании Screen Innovation, мы с ним не работаем, но это компания, которая себе во многом сделала именно производство таких вот экранов полотен для работы в помещении с засветкой. Таким образом выглядит обычно демонстрация преимуществ их полотен, когда у вас такое блеклое полотно, вы берете квадратик LR-полотна и такое вот прям окно в другой мир яркое. Но если же опять же двигаться дальше по их аккаунту, мы найдем вот такие фотографии, это опять же из их LinkedIn аккаунта, прям скриншот из видеоролика. Обратите внимание, сейчас я попытаюсь это обозначить. насколько велика разница в яркости вот в этом сегменте верхнем. То есть видите, да, что яркость вот в этой части значительно больше, чем в углах. Это тот же экран вот. Причем здесь даже можно вот так нарисовать. Почему? Потому что если здесь у нас зритель располагается вот здесь у нас зритель располагается по центру, вот это искажение по яркости, оно симметричное, то здесь фотограф сместился еще от перпендикуляра и у него дополнительный сегмент появился. Почему это происходит? Потому что здесь как раз первый проект расположен неправильно относительно операционного полотна, то есть его нужно располагать ниже, тогда у нас выровняется яркость, а здесь у нас более получается высокояркость в центре и съедается она как края. Точно так же здесь зритель выходит за конус просмотра. Очень важно учитывать эти все параметры при использовании АЛР-полотен. То же самое фотографии со стенда на выставке с таким полотном. видите, что яркость вот прям вот тут она значительно ниже. Опять же, потому что зритель располагается за конусом просмотра. Собственно, можно ли работать с этими полотнами при всех этих условиях? Конечно, можно, но надо понимать, что они накладывают определенные требования. Они требуют, чтобы вы знали, как с этими полотнами работать, где должны располагаться зрители, чтобы видеть качественную картинку, где должен располагаться проектор. То есть, в каких-то условиях, наверное, это не так критично, и зритель переживет, что у него половина экрана сильно отличается по яркости. А в каких-то случаях это будет критичным, особенно это касается видеоконтента, контента, где определяются высокие требования к качеству картинки. Более того, если производитель не очень постарался, может по краям начаться хроматическая аберрация, то есть, у вас цвет будет разлагаться на основные компоненты. Вот, то есть, у вас поплывут, поплывет светопередача, вы начнете видеть не цвет какой-то, который генерирует проектор, а базовые цвета, то есть, какой-то сдвиг будет радужный. Вот, помните об этом, надеюсь, понятно рассказал, как это работает. Если хотите углубиться в тему, статья, конечно, уже такая немножко устаревшая, но в ней много информации и она даст базовое представление, как это все работает. Проводили тест 11 ЛР по лотин портал projectcentral.com, который я упоминал, где есть калькулятор по расчету ожидаемых параметров по яркости картинки. Вот, мы ее перевели, Дмитрий Павлович, наш специалист по калибровке, ее переводил, и разместили в виде двух статей на стерео-рул. Вот, называется тест 11 ЛР по лотин, вы можете зайти на стерео, забить в поиск, оно у вас появится. Ну, либо вот отсканировать QR-код и попадете на эту статью. Очень, ну, если тема заинтересовала, если хочется разобраться, как это работает. Статья, конечно, не увлекательная, ну, не блокбастер, вот, но если ее осилить, то станет понятно, как это все внутри работает. я рекомендую, если хотите погрузиться в тему. Вот, собственно, с этим разделом все. Если есть вопросы, пишите. Дальше мы немножко поговорим про тренды, про 4К, про то, что происходит на рынке экранов, про размеры экранов и так далее. Ну, в общем, если вопросы возникнут, пишите по ходу, я прочитаю либо по процессе выступления, либо в конце презентации, постараюсь на них ответить. Собственно, еще один из трендов это 4К. 4К, да, у нас было несколько, так скажем, двигателей рынка, да, мы двигались от сначала Full HD Zerady, потом Full HD, потом 3D. Вот, сейчас 4К и HDR это такие драйверы рынка, которые заставляют потребителя обновляться, что-то менять. И, собственно, чем отличаются 4К-полотна от не 4К-полотна? Даже, собственно, 16К вы видели значок на стердовских полотнах. Вот на этой фотографии снизу, в нижней части вы видите типографическим способом изготовленную имитацию размера пикселя при разрешении 4К и диагонали 106 дюймов. То есть 0,57 на 0,57 миллиметр квадратики. Если полотно не предназначено для работы 4К-контентом, оно имеет, как правило, структуру заметную. И вот если эти пиксели попадают на эту структуру, то артефакты полотна накладываются на изображение. В многих сценах этого не будет заметно, особенно на видеоконтенте либо на контенте, например, с таблицами, с каким-нибудь текстом. Но если же появится какое-то однотонное изображение, глянцевый автомобиль, белый снег, то артефакты полотна наложатся на изображение. И будет это все выглядеть, как будто вы смотрите на картинку через марлю или через грязное стекло. Я это видел своими глазами. Это действительно так. Это не теория. Плюс подобное случается с оптическим слоем. То есть, например, помните, что либо структуры полотна, если мы говорим про АЛР-полотна, отсекающие боковую засветку. Если неудачно получилось сделать такое полотно, на изображении возникают артефакты. Вот как раз параллакс с коэффициентом 1.0 мы тестировали 4К-картинки, отказались от его использования. Думали, может быть, на вездных мероприятиях использовать не получилось. Видимые артефакты. Вот. Собственно, как проводятся замеры? Вот прям вот таким визуальным способом смотрится насколько полотно хорошо. А как проводятся замеры 16К? 16К-контента нет, источников отображения у нас нет, но мы можем вывести рефракционную сетку. То есть, мы берем полиционный фильтр, светим через него на экран. У нас там получаются полосочки с соответствующим количеством, делении соответствующим разрешению 16К. Мы подходим с лупой и прям смотрим, чтобы эти полосочки оставались полосочками. Вот так проводятся замеры. Акустическая прозрачность. Не знаю, интересна эта тема. Интересна тема акустической прозрачности? Рассказать при ней что-нибудь? Очень, да? Хорошо. Давайте так. У нас есть два типа два способа получения акустической прозрачности. Собственно, давайте начнем с того, для чего она нужна. Если это уже мы в тему попадаем строительства кинотеатров, коммерческих, так и домашних, где очень многое завязано на звук. Огромное количество стандартов, но практически все стандарты предполагают определенные углы расположения источников звука относительно зрителя. и как ни крутит, центральный канал и правый и левый канал попадает за экран. Вот. Собственно, чтобы звук проходил через экран, его делают акустически прозрачным. Добиваются это двумя способами. Первый плетеное полотно, второй берут виниловое полотно и перфорируют, сделать в нем дырочки, через которые проходит звук. Долгое время плетеные полотна не могли похвастаться высокой равномерностью поверхности, то есть не соответствовали стандартам 4К, то есть поскольку проекторов в основном были Full HD и меньше это было не проблемой. После того, как на рынок пришел 4К, им стало сложнее, но они вроде как адаптировались. Видел я уже сертифицированные даже по TX 4К полотна плетеные, но их немного. реально. Собственно, в чем преимущество плетеных полотен? В том, что с точки зрения акустики они вносят меньше искажений. Площадь проникновения там около 20%, то есть там 20% площадь примерно дырки, условно говоря, через которые проходят звук. Но через эти же дырки проходит свет за экраном. И в этом случае добавляют часто черную подложку плетеную. А подложка уже изменяет в том числе и звуковую проницаемость. Она ее тоже ухудшает. Поэтому подход, так скажем, мой, он совпадает с подходом компании с Тюр, с которым долго работаем. Первое. Виниловые полотна дадут вам больше выбор по оптическим свойствам. то есть вы можете выбрать гораздо больше как правило полотен перфорированных есть. Они дадут меньшую потерю по яркости и более качественную картинку. Из минусов они менее акустически прозрачные, то есть там где-то 10% поверхности это дырочки и значит что искажений в тракт они вносят больше. Они требуют большего расстояния между источником звука и поверхностью плоскостью экрана. Рекомендованное требование это 12 дюймов 30 сантиметров. Сейчас уже можно, так скажем, рекомендация изменилась, можно располагать ближе до 5 дюймов, но при этом рекомендуется разворот в 10 градусов к поверхности экрана. Вот. Если же опираться на акустику, то плетеное полотно как правило даст лучший результат с точки зрения акустики, но результат похуже с точки зрения картинки. У нас висит в демо-зале полотно Harmony от Stuart, которое имеет спецификацию 4К, при этом HDR-контент на нем явно проигрывает. Коэффициент отражения такого полотна 0.8, у популяционных полотен он как правило 0.8 и ниже, хотя Screen Research заявил, что у их популяционного полотна есть коэффициент отражения единица, но у меня есть, так скажем, я на эту тему общался с человеком, который в индустрии, так скажем, достаточно, ну, можно сказать, проверенный человек, он говорит, что они врут. Я не знаю, честно скажу, врут, лукавят, у меня нет возможности померить, может быть, мы найдем эту возможность померить, будет очень интересно, нам, если получится, мы сразу эту информацию донесем до вас. Вот, еще раз, значит, если вы строите ДК по стандартам известным, вам понадобится, скорее всего, акустически продачное полотно, второе, если у вас сложности с помещением по проекции, то, скорее всего, вам придется брать винил, потому что вы сможете с помощью винила выбрать, получить максимальный результат, но при этом чуть-чуть проиграть по звукопроницаемости, да, ну, что сейчас, в общем-то, нивелируется в большинстве случаев. Либо, если вы заточены на звук, нет проблем с засветкой, тогда берите пенсионное полотно. Так, значит, два вопроса. Белый матовый экран для любого разрешения подходит. Белый матовый экран, если он соответствует спецификации 4К, это не относится сейчас к цвету экрана, то есть, если у него поверхность достаточно гладкая для того, чтобы не накладывать артефакты при воспроизведении 4К контента, то неважно, какой, белый матовый, серый классический, либо LR, он подходит. Вот, то есть, это не свойство конкретного типа полотна, это свойство типа поверхности. Вот, второй вопрос. Еще раз, сколько до экрана расстояние от акустики? Рекомендованное 12 дюймов, 30 сантиметров, но очень часто такой возможности нет. Поэтому можно придвигать ближе 10-5 сантиметров, но при этом рекомендуется разворот в 10 градусов плоскости экрана. Понятно, что чем ближе у вас акустика к полотну, виниловому в частности, но это в большей степени винил. Разворот, что такое разворот? Ну, вот вы можете акустическую систему поставить условно прямо в одной плоскости с проекционным полотном, а можете развернуть в сторону зрителя, то есть в центральное место. Вот разворот рекомендованный 10 градусов. Но, как правило, вам в любом случае придется их поворачивать, за исключением центрального канала, либо тогда, может быть, его вверх-вниз сдвигать. Вот это уже к теме акустики. Надеюсь, понятно, разверну объяснение про разворот. То есть вы не прямо в сторону зрителя ставите систему динамики, а разворачиваете на 10 градусов плоскости экрана. То есть вы таким образом, во-первых, направляете звуковой поток, во-вторых, увеличиваете площадь проникновения. Так. Давайте двигаться дальше. Если вопросы еще будут, я тогда прочитаю, постараюсь ответить. Вот. А лучше развернуть или... Лучше развернуть, да. Это, во-первых, требование, как правило, большинства стандартов акустических, во-вторых, всегда увеличивает площадь проникновения звука через поверхность экрана. А, ну еще такое, еще такое, кстати, по поводу акустически прозрачного они не рекомендуют, как бы делают, но сабвуферы лучше разместить все-таки не за экраном. Если вдруг вариантов нет, то надо обязательно заботиться тем, чтобы вибрация от сабвуфера не передавалась на продукционное полотно, потому что очень вероятно дрожалка. То есть у вас либо сабвуфер воздухом будет толкать полотно, и оно будет у вас в динамичных сценах дергаться, либо сама вибрация, если, допустим, не развязана система крепления экрана, и того места, где стоит сабвуфер, он может тоже механически передавать дрожалку. Я слышал такое мнение, что я слышал такое мнение, что в динамических сценах всегда происходит что-то такое, вот там взрывается, ну или там землетрясение, поэтому дрожание экрана не критично. Ну, наверное, в каких-то пределах да, но когда это уже там, ну, наверное, минимальные какие-то пределы, когда это уже выходит за рамки разумного, это выглядит не очень хорошо, особенно это заметно, там эти есть какие-то ровные линии, и они у вас превращаются из линии в такую вот размытую полоску. Так, вопрос от Андрея. Делает ли стюарт перфорированные матризованные экраны? Да, делает. Большинство производителей делают как перфорированные, так и равные матризованные, ой, как равные, так и электрические перфорированные экраны. Некоторые производители еще предлагают такую опцию, как перфорация верхнего черного поля, то есть дропа отдельно. То есть это просто подешевле, потому что, ну, перфорация всегда, как правило, дороже стоит. Вы можете, например, центральный канал расположить за дропом, просто чуть повыше, да, и при этом у вас не будет перфорированным основной область просмотра. Почему это важно? Потому что, ну, собственно, дырочки видно. Кстати, вот о чем я еще напомянул. Да, дырочки видно. Есть два типа микроперфорации. Перфорации микро и обычные. На микроперфорацию можно смотреть расстояние где-то от 3 метров, на крупную от 5 метров. Ну, просто, чтобы глаз ее не видел. В этом смысле плетеное полотно тоже выигрывает. На него можно смотреть более близкого расстояния. Это еще одна разница. То есть на стороне виниловых полотен больше выбор, более качественная картинка, как правило. На стороне плетеных полотен более высокая акутическая проницаемость, более близкое расстояние просмотра. Вот. Так, давайте двигаться дальше. Что у нас происходит на рынке экранов? У нас практически полностью в сегменте до 100 дюймов, если мы говорим про кино, экраны были вытеснены, традиционные системы были вытеснены телевизорами. Вот. Если же мы говорим про системы больше 100 дюймов, то здесь по-прежнему получение качественной картинки большой с помощью экрана проектора это более доступный и адекватный способ, потому что до всех наших дел с карантином по-моему 100 дюймовый телек стоил что-то в районе 3 миллионов и больше. Вот. За эти деньги в общем-то можно построить неплохую систему проекционную, в том числе и на акустику хватит. Ну, понятно, что это будет не суперкрутая система, но тем не менее вполне себе адекватная и качественная. Вот. Собственно, что же происходит еще? Ну, то есть у нас сейчас как бы акцентирую мысль еще раз. Спрос на операционной системы на экраны сместился в большую диакональ. То есть сейчас у нас, как правило, размер экрана стартует от 123 дюймов. 135-158 стали вот такими основными стандартами. Но в этом смысле всегда помните про яркость, про которую я говорил в начале. Не забывайте проверять, вытягивает ли ваш проектор по яркости такой размер экрана. Потому что киношные проекторы очень часто имеют яркость полторы, полторы тысячи ансилюмин, 1,8 ансилюмин, 2 тысячи ансилюмин и 158 диагональ для них уже такая может быть вполне себе критична. То есть если у вас помещение подготовленное, возможно, есть смысл, невозможно, а скорее всего есть смысл взять полотно например с коэффициентом 1,3 или может быть даже 1,5. с учетом например еще просадки лампы к тому же. Так, Владимир задает вопрос по предыдущему материалу. Есть ли возможность проверить, какое разрешение поддерживает экран, если неизвестен производитель полотна? В принципе, да. Вы видели вот эти вот фотографии с имитацией размера пикселя. Я делал, собственно, что-то подобное с помощью обычного телефона. Структуру полотна видно. То есть первое, то есть вы можете увидеть, просто берете, включаете фонарик на телефоне, кладете прямо на полотно и смотрите вот сбоку, засвечиваете его. Если полотно гладкое, то скорее всего оно совместимо с 4К. Это хорошо работает с беломатовыми полотнами, но если у полотна сложный какой-то оптический слой, например, это вот АЛР полотно, там вы можете этого и не увидеть. То есть там вы увидите артефакты только при проекции. А вот равномерность плоск, ну то есть равномерность плотна, вы можете проверить собственно глазами, ее видно вполне себе. 0,57 на 0,57 при там 106 дюймов, это там полмиллиметра, это вполне себе видимый для нашего глаза размер, особенно его контрящим светом подсвечиваете. Вот, но если заморочиться, можно еще лупу взять и посмотреть. Так примерно делают эксперты, которые вот оценивают картинку, только они при этом еще используют всякие дополнительные источники света, рефракционные решетки, полизационные, вот и так далее. Собственно, еще один из трендов, кроме перехода рефракционных систем в больший размер, это переход в медиарум, то есть помещение с засветкой. То есть об этом я поговорил, да? И это накладывает дополнительные требования собственно как раз свойствам проекционных полотен. Теперь мы сместимся в сторону размера экрана, еще разок, собственно, почему он важен, да, почему люди хотят большую картинку, и почему она важна прежде всего для видеоизображения. У нас есть два типа восприятия, то есть рациональное и эмоциональное. Вот, собственно, рациональное – это считывание информации. Если на изображении будет написано что-то, например, там, желтые ботинки, вы прочитаете ровно до тех пор, пока вы будете способны видеть буквы, неважно, какого они размера. Вы их видите, вы их считали. Есть смешанный тип изображения, когда есть картинка с какой-то надписью, да, вы и картинку видите и буквы читаете. Вот. Когда же мы говорим про кино, у нас прежде всего работает эмоциональное восприятие. Это видеоконтент, на котором очень важна как раз цветопередача, контрастность и все вот эти параметры, про которые мы говорили. И прежде всего, конечно, размер. Какой же должен быть размер? У нас есть вот такая известная и легко находимая картинка, где сведены требования большинства известных стандартов по размеру картинки для видеоизображения. Из самых известных SMPTE и TX. ТX говорит про угол просмотра в 36 градусов с последнего ряда, что дает нам 40 градусов с условного VIP места, да, там, где находится основной зритель. Если же мы будем говорить про SMPTE, то там у нас 45 градусов, то есть очень близкий показатель, примерно все сходятся с этим в этом параметре. Но есть тренд к еще большему увеличению, то есть разрешение позволяет передвигаться ближе. Сейчас уже иногда слышна речь про 60 градусов, вот, но особенно в случае с контентом 2.40 к 1, и 2.35 к 1, то есть киношним контентом. Но тут, наверное, вся индустрия должна поменяться, и кино должны как-то снимать по-другому, потому что 60 градусов это уже достаточно много. Вы не сможете на динамичной картинке охватить все, что происходит на экране, вы будете сконцентрированы на какой-то его части, возможно, не увидите что-то другое. Вот, то есть тут уже к режиссерам задача, к производителям контента и так далее, и так далее. То есть на сегодня коррентир можно использовать 40 градусов. 40 градусов дает нам очень простую формулу 0,87 диагонали при соотношении сторон 16 на 9 дает нам дистанцию просмотра. То есть я просто пересчитал, можно, у меня раньше были тут слайды с тангенсами, если кто-то помнит, что это такое, если вдруг интересно, можно использовать углы и тангенс, вот, посчитать прямо вот, исходя из углов, ширину картинки в зависимости от ширины просмотра. Если вдруг кому-то интересно, моя почта будет там в конце, напишите, я вам расскажу, как это делается. Вот. Ну и тренды прямо вот последних лет это HDR и 4K. Здесь мы, безусловно, вот поговорили, много информации у нас про проекционные полотна прошли, про проекторы мы почти не говорили, вот. Соответственно, мы, допустим, предположим, что у нас экран соответствует всем нашим требованиям, а каким же требованиям у нас должен соответствовать на сегодня проектор, прежде всего, киношный, потому что к офисным требований значительно меньше, там все-таки больше смотрят на яркость, поскольку, как я уже упоминал, информация там рациональная, которая считывается с экрана как текст. Вот. Собственно, разрешение проектора. Разрешение матрицы может быть очень разным. Вот. Производители разными способами добиваются видимых глазом количества пикселей. То есть, у нас два основных бренда киношных, это Sony и GVC. Sony изначально шла по пути на итивной матрицы, то есть, у них 4K-матрица, то есть, матрица, встроенная в проектор, имела ровно то количество пикселей, которое выдается на экран. компания GVC долгое время использует технологию и Shift, то есть, у них долгое время была матрица Full HD, при этом с помощью оптического сдвига они получали 4K. В последних поколениях проекторов они заменили матрицу на нативную 4K, оставили тот же Shift, таким образом получили 8K. Вот. То есть, производители на разные ухищрения, все это сказывается в итоге на качестве картинки и на ее воспринимаемости, то есть, если мы говорим про грандов таких киношных, как правило, проблем там нет, все работает нормально, есть нюансы, предпочтения у людей разные и так далее. Тут отдельная долгая тема, просто знайте, что если в спецификации проектора заявлены 4K, есть желание копнуть глубже, посмотрите, каким образом это 4K получают. Вот. Особенно это касается недорогих проекторов, где в спецификации заявляют все, что только можно. Вторая штука, которая очень важна в проекторе, не вторая, а даже возможная игра. Первая – это объектив. Чем выше разрешение, тем более высокие требования определяются к объективу, чтобы эти самые пиксели маленькие, которые еще меньше, когда они проходят через объектив, дошли без изменений до экрана. Для сравнения, вот в INX 9 GVC проекторе объектив 100 миллиметров в диаметре 16 групп, 18 элементов, все стекло. Вот. В моделях N7 и N5 там уже 65 миллиметров, 17 групп. Ну и понятно, что ценник на эти модели сильно различается, потому что объектив на сегодня, ну как в фотоаппарате, да, это, ну, наверное, половина цены, если не больше иногда. вот, то есть первое, когда вы оцениваете проектор, посмотрите на то, как там получает 4К изображение, второе, посмотрите, что там за оптика, потому что вполне вероятно, что там может быть и матрица формально соответствует 4К разрешению, а что вы увидите на экране, большой вопрос, потому что, когда она будет проходить через объектив, вот, с ним может произойти куча разных итераций. HDR. Кто делает оптику GVC? Вы знаете, я вот прям всю секунду не готов вам ответить, можно, я думаю, выяснить, но конкретно производители, вот, я не знаю, называют ли они. Давайте попробую узнать, вот, не готов ответить. По поводу HDR. Собственно, что такое HDR? Это сквозной стандарт, который предполагает наличие в конечном видеоконтенте дополнительной дорожки с метаданными, которая обеспечивает более высокую яркость в отдельных объектах и более глубокую цветопередачу. Сделано это для того, чтобы мы максимально приблизились в изображении к тому, что видит наш глаз. Цветовой охват больше, то есть HDR предполагает более высокую битность цвета, 10-12 бит и больше цветовую гамму. В сочетании с более высоким контрастом в деталях, да, это дает более качественную картину. Изначально стандарт предполагает цветовой охват BT-2020, который покрывает почти 100% гаммы поинтера, а гамма поинтера это 4000 диффузных цветов, то есть это почти все цвета, которые мы в реальной жизни видим. То есть если не брать каких-то экстремальных ситуаций, то это почти все, то есть каждый день мы видим цветов меньше, чем вот эти 4000. Вот, понятно, что на сегодня, кстати, вопрос давайте задам, как вы думаете, проектор способен, вот есть ли сейчас проекторы, полностью соответствующие этому стандарту? то есть яркость в деталях, HDR соответствующая, цветовой охват BT-2020, видность света, как вы думаете, способен воспроизвести проектор? Что-то такое. Ну вот, просто логически подумать, это же на самом деле очень сложно. Ну, в реальности вот полностью соответствует стандарту, на сегодня восьмерка, нет, в реальности на сегодня не способен ни один проектор полностью соответствует стандарту, то есть у панели в этом смысле, да, процентов на 70, наверное, правильно Сергей пишет, у панели в этом смысле гораздо больше шансов с формальной точки зрения, то есть потому, что панель изначально более яркая, контрастная. но с формальной точки зрения да но фактически фактически проектор в этом смысле выигрывает за счет как раз размера экрана про который говорил то есть точечное увеличение яркости очень сильно завязано на то на каком расстоянии у нас находится физически когда светлые и темные объекты потому что глаз отстраивается по светлым элементам и вот у нас на пример нашем картину на изображение у нас яркий фонарь и что-то темное вокруг кусты какие-то так вот глаз отстраивается по фонарю на телевизоре на панели физическое расстояние между этим фонарем и кустами она будет меньше класса строится по яркой по яркому полю и кусты не увидит на экране вот это физическое расстояние будет больше глаза будет больше перепад и он как раз больше детали видит в этом смысле формально не соответствующий на сто процентов hdr контенту проектор более hdr устройство чем панель как ни странно но формальных список требований существует собственно и почему например проектор который не может на сто процентов соответствовать hdr должен его поддерживать потому что hdr предполагает еще то есть это более широкий цветовой охват это более широкая гамма кривая а в проекторе в процессоре записано записан алгоритм обработки цифрового сигнала каким образом он эти цифры превращает в изображение так вот если он не способен корректно отработать если он пытается по по sdr кривой отработать то есть уместить hdr в sdr то мы получим очень неожиданную картинку например как вот в левой части этого слайда цвета завалится в неизвестном направлении то есть даже если проектор не способен отрабатывать он должен ведь работать с hdr контентом чтобы вашему клиенту не пришлось бегать и искать hdr контент без hdr либо искать какие-то костыли которые убирают это hdr из-за контента вот такие случаи уже есть и люди уже звонили иногда говорили что мне проектор сломался по факту просто так как он не способен воспроизвести hdr то есть это такой хороший драйвер для замены оборудования вот ну и список формальных требований фактически такой получается на сегодня для проектора это ну в идеального до варианте это поддержка hdr 4k свой охват бить и 2020 ну и понятно что hdmi 2.0 или выше потому что иначе проектор не сможет просто цифровой поток через себя пропустить ну а вот максим пишет что многие клиенты просто переключить в hdr так как hdr тусклое изображение да там для скажем для глаза это может выглядеть именно так потому что изменяется общая картинка вот это такой вот пока как говорят англичане tricky thing такая штука сложная где-то лучше где-то хуже вот у нас например на плетеном полотне с hdr все плохо было на ну как заметно хуже чем на виниловом вот одна и та же картинка так далее тут еще от экрана зависит от конкретного проектора конкретного контента очень очень много действующих элементов вот совсем коротко времени у меня очень мало остается по бренд портфелю пройдусь на сегодня у нас пять брендов портфеля топовый стюарт с захватом топа и с большим широким модельным рядом project the light который на сегодня фактически это один производитель принадлежащий компании или грант каупер наш эксклюзивный бренд производящий производящийся в польше с возможностью кустомизации и большим складом и digis и базовые экраны которые только со склада в большом количестве вот в digis и вернулись экраны с растяжками и появилась в стройка наконец-то до который не был потому что стройка на сегодня это тренд очень часто поскольку проекция переезжает в помещение подготовленные для этого экран прячут вот обращайте внимание в этом случае на то насколько удобно сделана система встраивания потому что все производители двигаются в сторону того что у вас есть возможность встроить корпус экрана без доступа в потолочное пространство то есть у вас съемные фланцы вот и вы можете просто через щель в экране через щель в потолке даже в готовом строить такой экран и присматривание он прячется спрашивает андрей доступен ли стюрбский прокулятор экранов нет к сожалению не доступен он доступен нам как дистрибьютору пользовательских записей записи то есть там нет невозможно создать учетку для дилера да то есть там только дистрибьюторский уровень мы много лет об этом с ними разговаривали они пока не готовы то есть пока расчеты все проходят через нас так стройка у каубера это инцеллен с возможностью кастомизации опять же со складом с возможностью делать разные дропы подгонять ширину с удобной системой встраивания у digis соответственно только складские размеры а у стюарта все под заказ узкие рамки еще один из трендов с точки зрения проекции не самый лучший вариант да но вот клиенты хотят производители отвечают на этот запрос самый доступный наверное кауберовская есть у прожека такие решения у стюарта такие решения есть и безрамочные экраны тоже такой вот боль строителя проекционной системы и радость дизайнера вот потому что конечно вписать картинку такой экрана сложно плюс вы теряете одно из преимуществ черной рамки это повышение видимой контрастности сергей спрашивает про качество полотен у digis давайте так мы рамные экраны digis использовали неоднократно на апрельской выставке hi-fi с 4к проекторами все хорошо работает вот понятно что там никто не проводил такого исследования по совместимости 4к и 16к но полотно там вполне себе достойно если мы говорим про электрические экраны понятно что те которые без растяжек они похуже там есть структуру полотна этот скорее такого для бюджетного кинотеатра может быть даже для full hd не 4к что либо где такое псевдо 4к если же брать экран с растяжками там полотно получше но все-таки я рекомендую если вы строите кинотеатр это если не офис на вас какой-то проект вот брать уровень каубер и выше вот там гарантированно у вас все хорошо будет работать но качество полотен нормально ну вот оно такое значит итак сблизимся к финалу чек-лист подберите размер экран правильно то есть там есть разные методики я не говорил про методики подбора для офисных проекторов для офисных проектов но они существуют если надо могу поделиться если мы строим домашнее кино исходим из угла просмотра в 40 градусов проверяем всегда яркость всегда проверяйте как раз будет ожидаем яркость с помощью калькулятора с помощью расчета по формуле которые давал раньше проверяйте наличие проблем с контрастностью возможно вам нужно использовать плотно с более высоким эффективным отражения либо задуматься о использовании темно-серва лр плотна проверяйте чтобы в этом случае вас зрители все попадали в конус просмотр чтобы у них не было искажений по яркости совместимость проектора экрана то есть это как раз 4к разрешение прочее прочее и совместимость проектора с контентом чтобы у вас проектор был способен воспроизводить тот самый hdr либо в принципе какой-то весь современный контент помните об этом ну собственно мои любимые слайды которые наверное некоторые уже видели всегда помните что невозможно сказать однозначно не зная всех параметров какой автомобиль быстрее вы не знаете кто будет сидеть у вас за рулем вы не знаете где будет проходить заезд только понимание взаимозависимости понимание всей системы дает вам знание того как это будет работать помните что то есть зал где вас проходит место где вы строите это место заезда ваш проектор это ваш автомобиль а собственно экран это ваш пилот то есть только сочетание всех трех компонентов в итоге вам дает идеальную картину вот собственно на этом все спасибо тут есть моя почта она простая артем собакадича точка ру буду рад вопросам еще один вопрос в чате появился от сергея дала это прожекта в основном под заказ да на сегодня в основном под заказ есть рамные экраны с полотнами 4к полотнами по моему с коэффициентом единицы на складе вот в самых ходовых размеров 123 135 и 158 по моему вот все остальное под заказ если какие-то характеристики для объективов которые можно оперировать для клиентов да для клиентов можно говорить о так же как в фототехнике тут очень близкая ассоциация количество элементов материал вот если есть указан производителя стекла то тоже очень круто если это какие-нибудь известные производители то есть абсолютно рабочие аналогии оптику делают те же производители что и для фото кинотехники будет ли запись вебинара будет ее можно будет посмотреть по ссылке вам придет обзор после вам придет письмо после завершения обработки по запросу на почту сможете ли сейчас простите уведомление закрыла сможете ли дать материалы по вебинару да смогу пишите конечно спасибо все спасибо вам благодарю вас я закругляюсь у нас уже следующий выступающий у нас сейчас очень плотный график спасибо до свидания и всего хорошего удачи не болейте надеюсь скоро мы сможем видеться вживую всем пока до свидания